Ваше блаженство, дорогой Владыка и наш Отец! Примите сердечное поздравление из Невашего Тезаименитства! В этот светлый день Ангела хотелось бы вам пожелать доброго здоровья, долголетия, помощи Божией в вашем дальнейшем служении во благо Святой Православной Церкви и непрестанного заступничества Небесного Покровителя. День памяти своего Небесного Покровителя, преподобного Ануфрия Великого, молитвенно отпразднует блаженнейший митрополит Киевский Евсея Украины Ануфрий 25 июня 2023 года. Поклонимся Святому Господу Иисусу! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Поклонимся Святым. Святой Ануфрий Великий жил в IV веке по Рождестве Христовом и был по преданию сыном кресидского царя, который по внушению ангела отдал сына в христианский монастырь. Там Ануфрий получил воспитание, узнав о египетских пустынножителях, пожелал стать одним из них. Прежде чем достичь египетской пустыни, он посетил Иерусалим, где несколько лет провел в строгой аскезе в Аколдаме. Вымаливая у Господа прошение душам покойных, чей прав был погребен в земле крови, купленной согласно Писанию на деньги, данные Иуде первосвященниками за предательство божественного учителя. Достигнув, наконец, египетской пустыни, Ануфрий встретил там наставника, который научал его отшельническому жительству до тех пор, пока дух ученика не укрепился и затем оставил его. Всего Ануфрий Великий провел в пустыне шестьдесят лет в посте и молитве. Носил он лишь повязку, опоясывшую его чресла. Пил воду из открывшегося рядом с местом его жительства источника, дался коренями и финиками с одинокой пальмой. Причащал преподобного ангела, убившийся ему по субботним и воскресным дням. Ангел же приносил пустыннику хлеб. Незадолго до отшествия святого Ануфрия ко Господу его посетил преподобный Пафнутий, которому пустынник поведал свою историю. Когда преподобный Ануфрий умер, Пафнутий завернул его тело под кладку своей одежды и похоронил в каменном гробе. Преподобному Ануфрию Великому молятся о стяжании добродетелей и духовных даров, о помощи в молитве и пощении, а также об избежании внезапной смерти. В восточных церквах существует традиция освящать во имя преподобного Ануфрия церкви на кладбищах. В 16-17 веках преподобного Ануфрия широко почитали не только в Украине, но и в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой. В 1685 году в Вильню вышло польское житие, а в 1696 году кириллическое издание жития Ануфрия Великого, составленное Иосифом Подкевичем. На иконе начала XVIII века из церкви святой Параскевы Терновской в селе Завадка подкарпатского воеводства в Польше изображена сцена пречащения преподобного Ануфрия двумя ангелами. Коленопреклонный святой, набедренной повязкой и с бородой, достигающей земли, сложил руки на груди. Один из ангелов, держащий чашу, подносит к его рту лжицу со святыми дарами. В нижней части иконы изображены две другие сцены из жития святого. Преподобные Ануфрии и Великие Пафнутии вместе молятся. Преподобные Пафнутии молятся с книгой в руках над телом преподобного, чья душа только что отошла ко Господу. Интересно, что пустынного пейзажа на этой, как и на многих других западно-русских иконах Ануфрия Великого нет. Вместо него фоном служат лес и густая растительность. Образ находится в собрании Исторического музея в городе Санок, Польша. Ровно шесть лет назад, осенью 2015 года, духовник и строитель монастыря архиепископ Абуховский Иона принимал участие в конференции по церковному искусству, которая проходила в Монреале на Силиции. В рамках конференции ее участники посещали множество древних христианских святынь этого края. И в один из дней поднялись на гору святителя Павлина, расположенную рядом с небольшим городком Сутера, где в храме воима святого Павлина Ноланского хранится большая часть мощей преподобного Ануфрия Великого. Мощи преподобного Ануфрия были перенесены сюда уроженцем этой местности, крестоносцем, который участвовал в четвертом крестовом походе, и разорении Константинополя и перенес оттуда в родные места мощи почитаемого святого. В 2017 году в обители началось строительство кладбищенского храма в честь преподобного Ануфрия Великого. Традиция освящать кладбищенские храмы в честь этого святого основана на предании, согласно которому преподобный во время пребывания в Иерусалимском монастыре в Акелдоме вымолил у Господа всех похороненных там. И когда строительство Ануфриевской церкви подходило к концу, возникла идея, чтобы там находились и частицы мощей святого. Архиепископ Иона обратился через православного священника, который служит в Палермо, католическому епископу города Кальтанисетта. Его епархии находится Сутера, Марио Русотта, с просьбой передать Альшанскому женскому монастырю частицу мощей. Когда святые мощи доставили в Украину, их поместили в специально созданный ковчег. И 4 сентября этого года мы торжественно перенесли святыню в Ануфриевский храм. Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok